Всем привет! Так, меня не было с того момента, как я уехала из Москвы, переехала в Тверь, рассталась, ну и всё, с этого момента я пропала с радаров. Я чувствую потребность вернуться, но мне очень сложно это делать, и я сегодня поняла, что единственное условие, при котором я готова рассказать вообще о чём-то, это не готовиться к видео, не выстраивать кадр, не писать сценарий, ничего не делала, не красит. Я смыла макияж и такая, так, вот сейчас я готова снимать видео. Сегодня я хочу вам рассказать, как я закрыла долги в 160 тысяч рублей за месяц. Я начну с самого начала. В декабре я принимаю решение о том, что я хочу расстаться, я понимаю, что я не хочу больше жить в Москве. То есть, ну, все мои, как бы, мысли о большом городе, вот, об этом всём, что Москва это очень круто, они улетучились, когда я поняла, что я не вывожу этот город. Я... у меня нет столько денег, чтобы вывозить этот город. Не получается у меня так, что я приезжаю в город, вот, в большой, да, и я готова работать, чтобы в нём остаться. У меня нет такого. Я приезжаю в большой город, чувствую, что я выживаю, и я не хочу ничего делать. На этом фоне я решила, что я хочу переехать в Тверь, как раз научиться, потому что я учусь здесь. Потому что после своей крайней сессии я такая, блин, а Тверь это, в принципе, неплохо. И сейчас я хочу пожить в ней. Это было моё первое решение, я переезжаю в Тверь, и я начала чувствовать, что вот всё, я хочу быть одна, я не хочу больше ни о ком думать, что-то за кого-то подрешать, думать о том, какие там планы надеют. Всё, я вот хочу быть одна. Не хочу думать больше ни о ком. Я хочу жить в своей квартире, заниматься своими делами, заниматься своим развитием, заниматься своим будущим, и не думать ни о ком. Вот с такими мыслями я переехала в Тверь. Значит, какую точку Анну имели? С 19 лет у меня была кредитка. На 40 тысяч рублей, который мне выдал Тинькофф, а я даже не знала о том, что я, оказывается, на неё согласилась. Я всегда себе очень долго говорила о том, что я не буду её тратить, я типа там, я ещё против кредитов, вот это всего, ну, мне это не очень нравится, потому что я, в принципе, никому не люблю быть должна. Я ненавижу быть должной вообще. Но на втором курсе колледжа, когда я училась в Питере, у меня вообще не было денег, и тогда я впервые потратила кредитку. Я что-то поехала на такси, что ли? И потом такая, вау, сделаю на кредитку свою первую татуировку. И после этого я начала тратить кредитку. И тратила я её очень быстро. и вот с, наверное, 2021 года вот она у меня висела. Я её постоянно пыталась запрыть, у меня не получается, потому что у меня не было денег. Я вкидывала туда минимальный платёж, я сразу его тратила, потому что... Мне не было на что было жить. Вот. В 2023 году я её закрыла, потому что я начала нормально зарабатывать с Ютьюба, но нам тогда... Я тогда только начинала встречаться с молодым человеком, нам нужно было перейти в Питер, и эти деньги я снова вытащила из кредитки и не закрыла её. Это был мой первый долг. Второй долг. Я приезжаю в Тверь, я понимаю, что у меня нет денег, у меня не идёт реклама вообще, но на работу я устраиваться не хочу, я не хочу идти работать за 30 тысяч рублей. На этом фоне я покупаю курс за 70 тысяч рублей в рассрочку. Ну, давайте, за 65, за 65. Плюс ещё 65 тысяч. И в Тверь я переезжала, взяв в долг у мамы. Это 50 с чем-то тысяч рублей. В общей сумме вышло 160 тысяч, плюс ежемесячный платёж за квартиру. Такой точкой А я оказалась в Твери, безработная, без вообще людей. И тогда я поняла, что всё, больше нету никого абсолютно, кто мне поможет деньгами, кто мне поможет, ну, в принципе, поможет. Всё, я сама ответственна за себя. Всё, мне надо думать, что делать. И тогда я очень сильно начала надеяться на этот курс. То есть я была в таком состоянии, что мне реально никто не поможет. Я не могу сказать родителям о том, что у меня курс в рассрочку, у меня нет денег, я не хочу идти работать, я вот курс буду проходить. Да, не менее, ну, они будут сказать, что, давайте работаем. Я об этом, конечно же, не говорила. И я себе поставила цель. Я хочу заработать с этого курса деньги и закрыть сначала долги. К сожалению, к тем осознаниям, которым я пришла во взрослой жизни, когда я уже не учусь, живу одна. Меня не учили в университете. Хотя я училась на экономическом. Как бы деньги, вот это всё очень связано. Я экономист, финансист, бухгалтер, но мы никогда не говорили об отношении к деньгам, о финансовой грамотности и так далее. Хотя вот сейчас я понимаю, что это очень важно. Но, к сожалению, у нас не преподают такие дисциплины. Они вам, ребята, в взрослой жизни очень понадобятся. Даже на работе они вам понадобятся. Актион Студенты – это бесплатная онлайн-платформа для студентов российских вузов по бухгалтерии, юриспруденции, педагогике, менеджменту, IT и продажам. Давайте поговорим про актуальное, про деньги. А именно про направление финансов. Там вас как раз научат обращению с деньгами внутри компании. Подтверждение пройденным квалификациям и курсам вы найдете в своем скилл-паспорте. Вашем цифровом портфолио для найма на работу, которое признают многочисленные партнеры группы Актион. Скилл-паспорт – это не единственная плюшка у Актион Студенты. Они смогут вам дать онлайн-стажировки. Почему это важно? Потому что, если вы не хотите после университета идти в магазин и работать продавцом, ну что вот очень часто, после университета первую работу всегда вот это вот в продаже, вот в какой-нибудь масс-маркет. И чтобы у вас такого не было, вам нужны все вот эти навыки, которые предоставляет Актион. Вам там могут дать онлайн-стажировки, где вы приобретете опыт и с этим опытом уже сможете устраиваться не в масс-маркет, а в хорошую уже какую-нибудь, например, IT-компанию, где важно не ваше образование, а ваши навыки. Так что принимайте участие в проекте для студентов по направлению финанса. Регистрация бесплатна. Тут бесплатные курсы для студентов с навыками, которые нужны бизнесу. Вот когда я оказалась вот в этом положении, я купила себе курс, я понимала, что вообще мне нужно устраиваться на работу. То есть мне там нужно пойти там учительным, потому что мне советуют идти преподавать. Вот что-то такое, чтобы у меня были деньги хотя бы, чтобы оплачивать квартиру. Но глобально я понимала, что вот будут у меня эти 30 тысяч, не будет у меня этих 30 тысяч, я вообще от них ничего не получу, кроме оплаты квартиры. Я пробовала устраиваться на работу, когда я переехала в Тверь, но я очень рада, что меня никуда не взяли. Я так нехотя это делала, я очень рада, что меня не взяли. И вот тогда я поняла, что все, меня не берут на работу, у меня курс за 65 тысяч рублей, я не могу на нем не заработать. Ну то есть это единственный сейчас шанс, чтобы у меня были деньги. И с того момента у меня очень сильно начало менять смышление. То есть это был канун Нового года, я сижу каждый день дома одна, и я решила посмотреть один вебинар по целеполаганию, потому что я никогда не ставила цели на год, а если ставила, естественно, они никогда не забывались, но я вообще не понимала, как это делать. Я посмотрела вебинар у, кстати, преподавателя, у которого я училась по обществознанию в Егглэнде, и он мне перевернул голову вообще абсолютно. Вот я уже не очень помню, о чем он говорил, но то, что мне очень сильно запало в голову, это то, что если ты это не делаешь, значит тебе так удобно. Все то, что вы не выполняете, значит вы не хотите это выполнять, значит вам так удобно. Вот единственная причина, почему вы не закрываете свои цели, потому что вам удобно, значит вам нахрен это не надо. и я такая типа вау. И после этого я настолько хорошо поняла, что мне надо, я к этому еще вернусь, и еще что мне очень сильно запало в мою голову, он так немножко пошутил, типа найдите себе человека, который будет вас поддерживать, которому вы там будете как-то соревноваться, чтобы вот у вас была вот эта вот поддержка, потом такой, какая нахрен поддержка? Ты есть сам у себя? Какого хрена ты вообще ищешь какую-то помощь или поддержку в других? Тебе это надо самому? Какие нахрен люди, которые тебя будут поддерживать? Это что за позиция жертвы? Я такая типа вау, охренеть, да, это реально так. И вот с этими мыслями я вошла в 2024 год. Я составила себе цели на год. Я впервые настолько хорошо поняла, чего я хочу, вот реально по месяцам. И первое, что я поняла, что я хочу закрыть свои долги. И вот я раньше всегда думала, что вот появятся вот деньги лишние, и вот тогда я закрою кредитки, все. Вот я всегда относилась так к деньгам, типа деньги приходят и уходят, как бы пофит на деньги, типа приходят деньги и тратят на себя. Деньги это денежная энергия, тратят всегда на себя и все у тебя будет классно. А сейчас я такая, нет, мне вот эти все долги, они мне очень сильно мешают, потому что когда мне приходят деньги, я не могу подумать о том, что я хочу себе что-то купить, что я хочу себе что-то подволить. Я всегда сначала думаю о долгах, и я больше не хочу о них думать. и на этом фоне я поняла, что моя первостепенная цель это сначала закрыть долги, чтобы потом в будущем, когда деньги мне приходят, они приходят мне, они не приходят банку, они не приходят к какому-то должному человеку, они приходят мне, и я могу их тратить на себя. и когда я поняла, что я смогу жить с этим ощущением, когда я закрою эти долги, все будет супер. И тогда опять мое мышление очень сильно поменялось, я перехотела себе покупать вообще абсолютно все. Я настолько, настолько сильно углубилась в то, что все деньги, которые мне приходят, я отдаю в долги, и чем быстрее я их отдам, тем быстрее я смогу себе это позволять. Меня так начало это сильно мотивировать, что я перестала себе вообще что-то хотеть покупать, и я начала очень много работать. Мой мозг начал работать так, что вот передо мной цель закрыть долги. Все, нет больше ничего, нет больше никаких других сторон, которые не приведут меня к этой цели. Общаться с людьми нет, меня не приведет это к цели. Купить себе что-то, нет, меня не приведет это к цели. Сходить куда-то потратить деньги, нет, меня не приведет это к цели. Меня приведет только то, что я сижу, работаю, Думаю, как мне заработать больше денег И все деньги, которые мне приходят, я быстро вкладываю в долги И в таком режиме я работала январь и февраль В январе у меня не получалось ничего Вот в декабре я сидела с нулем на карте В декабре я заработала 52 тысячи рублей Вот с курса, который я купила Я понимала, что я, к сожалению, пока не могу вообще закрыть долги Потому что 26 тысяч у меня ушло на квартиру И 26 тысяч на жизнь И у меня в январе еще было день рождения у подруги Которой я не могла Все то, что я говорила, оно не попадало под ее день рождения Потому что с этой подругой мы увидимся очень редко Я единственная подруга, которая может к ней приехать И я понимала, что я не могу бросить ее в ее день рождения Поэтому я прям понимала, что эти деньги я потрачу на ее день рождения И вот все оставшиеся деньги 26 тысяч я поехала к ней При этом я понимала, что у меня есть мама, которой я должна И это не долг, который я там, когда сможешь, отдашь Это долг, который я должна была вернуть в кратчайшие сроки Вот было такое условие, что да, Лер, я тебе даю долг Но ты должна их вернуть вот как можно быстрее Устраивайся на работу, чтобы вернуть мне этот долг Но ты должна мне его вернуть как можно быстрее Вот, и это тоже меня всегда очень сильно подначило работать Потому что я не... Вот, чтобы вы понимали, я не спала ночами Потому что я всегда думала о том, что мне надо отдать долг маме Мне надо отдать долг маме Я очень плохо за этого спала И я такая, типа, все, надо работать, надо работать, надо работать И вот февраль, когда я уже немножко поняла, как там зарабатывать на этом курсе Я уже, ну, очень много знаний получила Я перестала даже ходить по клубам Ремарочка по клубам, я почти не тратилась Если что Я перестала ходить по клубам Я вообще ограничила общение со всеми Я не отвечала никому Вот абсолютно У меня... Я себе запретила вообще загоняться по каким-то людям По всему этому Потому что у меня была только цель Все, мне надо закрывать долги Как можно быстрее И вот февраль Если я за январь заработала 52 тысячи рублей за месяц То за февраль я за первую неделю заработала 60 тысяч рублей Потому что я просыпалась И я думала только о работе О том, что мне нужно сделать И что мне может принести много денег Первая неделя февраля я понимаю, что мне приходят деньги И я могу их отдать маме И я сразу на первую половину отдаю маме Чтобы такая Блин, камон Все, понятно Вот можно еще больше сделать Вот я даже подсчитала Сколько мне в день нужно делать денег Чтобы я вот Типа за февраль закрыла все долги И меня начинает это еще больше мотивировать И я начинаю еще больше работать И я за неделю Вот делаю вообще прорыв Я зарабатываю больше 150 тысяч рублей за месяц Ну, за неделю И все За первые две недели февраля я закрыла все долги Закрываем досрочно Закрываем досрочно Пожалуйста Все, что там написано? Поздравляем, вы закрыли кредит Ура! Господи! Мать моя, женщина! Еще одну сразу Кредиточку Вот эту Она у меня так долго висит Она у меня висит Что-то со второго курса Уже больше трех лет У меня эта кредитка И она меня заколебала Сейчас мы ее погасим Видите? Погасить И мы ее сразу закроем Я тогда ничего не чувствую Потому что для меня это было как будто Ну, закрыло и закрыло А это я сейчас понимаю Что я впервые Впервые в жизни Поставила себе цель И ее добилась Ладно, не впервые в жизни Я еще цели по нему добилась Но По деньгам я никогда Вот Вся линии каких не добивалась Я такая думаю Ахренеть И когда Мне начали приходить Все остальные деньги Которые уже идут не на долги И я понимаю Что я могу их отложить Мне их тратить даже не надо Потому что у меня еще есть деньги Чтобы просто нормально жить Такси Там еда хорошая Там уже в рестораны Можно сходить Я думаю Ахренеть Я Начала ловить кайф от того Что Вот Как я и хотела Деньги приходят И они приходят мне Я могу думать уже О других О глобальных целях О машине О возвращении своего секонд-хенда Которые после расставания Он Прикрылся Я вообще Охренела от себя Если честно Я Охренела от себя Как я Изменилась За эти Два месяца После расставания Потому что Я настолько Углубилась В себя В свои желания В свои мечты В свои хотелки Я впервые Так хорошо Увидела Свою Жизнь На будущее Я никогда Так Прекрасно Ее не представляла Я никогда Так Не представляла Вот Прям Конкретно Чего я хочу Я вообще Охренела Если подводить итог Что мне помогло Закрыть долги Это Полное понимание Того Что когда они у тебя Закрыты Ты можешь тратить Деньги на себя Все У тебя нету Больше тревожности О том Что тебе нужно Кому-то что-то отдать У меня еще Очень сильно Изменилось мышление В том Что я всегда Всего хотела Сразу Вот Прямо Сейчас Мне дайте И у меня Даже в этом Мышление Поменялось Потому что Я такая Вот я После закрытия Долгов Хочу себе Сделать Волосы Брови Зубы Операцию Я хочу Полететь В Сочи Хочу Открыть Сэшку Машину И вот Если раньше Я такая Я хочу Всего и сразу Но я понимаю Что у меня Ничего Я как бы Никогда Этого не добьюсь Потому что у меня нет денег И как бы Похрен на эти мечты И как бы Желания А сейчас Я такая Так Я хочу Себе Волосы И я понимаю Что мне просто Нужно для этого Заработать И если я сейчас Это делаю То в будущем Это 100% Исполнится То же самое С машиной Я хочу Себе В будущем Машину Да Я не могу Ее позволить Себе Прямо сейчас Но я могу Делать Вот это Вот это Вот это И меня точно Это приведет К цели То есть я считаю Что это уже Такое более Взрослое мышление Потому что Вот очень Инфантильностью Папахи Вот этой детской Позиции Когда такая Вот я хочу Дайте мне Вот прямо сейчас А нужно понимать Что в жизни Не всегда Все так Сразу Если хочешь Тебе нужно Для этого Что-то делать Иногда Нужно Это делать Долго Если ты Долго Реально Хочешь Значит Долго Ты будешь Это делать Вот прям Если подводить Итоги Это Я реально Поняла Чего я хочу Я поняла Почему мне Выгодно Закрывать Долги Я осознала Четко Свои цели И что Долги Здесь вообще Никак не Стакаются Что мне Их нужно Быстрее Закрывать Чтобы жить Нормальной жизнью Вот Я поставила Все свои усилия На заработок Я поставила Все свои усилия На то Что я реально Ни хрена Не знаю В этой сфере И мне нужно Реально Очень много Стараться Чтобы заработать Хоть какую-то Копеечку И я била В этот месяц Только в это У меня больше Не было Никаких Сфер в жизни У меня были Была сфера Только финансов И я понимала Что если я сейчас Бью в одну точку Значит она Мне даст результат И бью я в одну точку Не просто Бью 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 И никакой Работы над ошибками Не делаю А бью Вижу Что результат Не тот Который я хотела И делаю Работу над ошибками Я за эти два месяца Забросила Ютуб Забросила Все Забросила Себя Вообще Абсолютно Все Потому что Я понимала Что Я сейчас Фокусируюсь на одном И это в сто процентов Мне дает результат Это мне дает результат Такой Что я потом На все остальное Смогу сфокусироваться Потому что деньги Они дают тебе Очень многое в жизни Я начала Зарабатывать деньги Все Бровки сделала На волосы записалась Жизнью жить начала Все как бы Классно стало Но прежде чем Как бы жить Такой жизнью Я два месяца Сидела И думала только о том Что мне надо Закрыть долги Зарабатывать И все Вот как-то так Я не шучу Я реально хочу Вам похвастаться тем Что я себя ощущаю Абсолютно другим человеком Я себя ощущаю Взрослым человеком Человеком Который вышел Из детской позиции Что за меня Кто-то решит За меня кто-то сделает Но как-нибудь Рассосется Решится Нет Когда я взяла Ответственность За свою жизнь Когда я поняла Что вот здесь Никого нет Родителей Парня Друзей Никого Есть только я Знаете Как-то все Парадоксально Пошло в гору Поэтому Выход из Позиции Жертвы Ответственность За самого себя Решает всегда В ЕГЭ Мне тоже Очень сильно Помогало Вот Как вам Такие форматы Видео Я Как видите Пытаюсь Отойти от темы Учебы Напишите Пожалуйста Мне Как вам Пока С вами прощаюсь Пока